Всем привет! Это Porsche Macan. И да, в Париже уже показали его рестайлинговую версию, которая у нас появится где-то в феврале следующего года. Но сейчас дилеры объявили распродажу на эти автомобили. Цены стартуют с 56 тысяч евро за живой укомплектованный автомобиль. И мы пришли выяснить, стоит ли спешить вырвать себе акционную тачку или есть смысл подождать рестайла. Вы смотрите, что почем. То есть здесь всегда диоды, да? Никаких вопросов? Да, но всегда диоды. Сколько такой мотор развивает у Audi? Что будет во всех этих акционных машинах из крутого? И возможность продления до 10 лет. Скажи, пожалуйста, когда будет продаваться тот тестовый? Уже? Сейчас многие красят их в черный цвет, и они выглядят намного лучше. Сегодня поговорим еще о моих комплексах. Да, этот выпуск будет, как всегда, интересным. Мы не будем тестировать автомобиль. Мы приходим в салон как покупатели. И сегодня мы разберемся с комплектациями, сравним Макан с его сегодняшними конкурентами, выясним, чего ждать от рестайла и постараемся выбить какие-нибудь спецусловия для подписчиков инфокар. Поехали! Георгий! Приветствую, Слава Ивановича! Два вопроса. Можно с Жорой, можно на ты? Да. Мы с Жорой давно знакомы, так что проблем с этим не будет. Есть ли шара на Макан? Да, есть. Объясни мне, в чем проблема? Надо продать все, что застоялось до того, как появится рестайл? Все, что есть в Украине, да. Все, что есть в Украине, это сколько, чтобы понимать? На данный момент это порядка 35 автомобилей, если я не ошибаюсь. А, так это, я думаю, ты должен справиться до февраля. Задача именно такая. В чем суть акции? Мы привезли автомобили на данный момент и в Киев, и в салоны по Украине по хорошей цене. Хорошая цена составляет минус 6% от тех цен, которые у нас были. То есть, если полгода назад эти же тачки смотреть, они были дороже на 6%. Ну, не на 6%, а минус 6% от тех получаем это. В деньгах это сколько там? Если учитывать специальную цену, то на автомобиле можно приобрести минимум, который есть в наличии, за 56-600 евро. Это, ну, можно будет в Киеве ездить? Не будут пальцем показывать? Знаешь, Макан на колпаках бывает? Нет, не бывает. В любом случае, на отличных колесах. На самом деле, самая продаваемая комплектация, и он действительно хорош. И такой автомобиль я продавал своему товарищу. Да? И что, товарищ не берез? Доволен, все в порядке. Слушай, ты мне сказал про товарища. Жора, а на чем ты ездишь? Вот вопрос, который нас просят задавать. У меня мини Джон Куперворкс 2013 года. Сколько лошадей? Было 211, уже 250 с блокировкой переднего дифференциала. Ага, то есть резкий. А хорошо, товарищ там тебе говорит, чувак, что ты мне впарил Макан, а сам ездишь на мини? Нет, он ездит спокойно, спокойнее. Но я езжу, да, и на поздраве на этой машине. И если бы я сейчас имел возможность поменять автомобиль, я бы выбрал Макан. Ты должен был это сказать. Жора, посмотри в камеру, посмотри на эти честные глаза. Ну, это правда. Ну, хотя да, Макан это машина, которая недалеко ушла, знаешь, от хэтчбеков. И вообще, я думаю, что я никого не удивлю, если скажу, что это моя любимая тачка из, наверное, из бренда Porsche, из сегмента в частности. И сегодня поговорим еще о моих комплексах некоторых. И о том, почему я не куплю Макан. И почему я не купил Макан, да? Есть комплексы. Масса, масса. Жорж, что делаем с музыкой? На самом деле базовая аудиосистема мощностью 150. Нет, 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 не съезжай. Какую мелодию ставим под дизайн? А-а-а. Как плавно, да, хотим на аудиосистему уже? Буш, Рок Ам Рок. Ты вообще такое слышал? Нет. Я нет. Но Серега, если он не падает со второго этажа, значит, он знает, да, что это за мелодия? Джамал Буш. Джамал Буш, Рок Ам Рок. Поехали. Так, вот такая вот фотка, ой, вверх ногами, вот такая вот фотка улетает в Инстаграм с призывом задавать вопросы. И в конце видео Жора ответит на весь этот список, включая, как поставить ГБО, вот, сколько стоит V8 и так дальше. Очень много специалистов, на самом деле, нам тоже задают вопросы, как мы понимаем потом из комментариев. Короче, если вы видите такие призывы, включайтесь, задавайте вопросы. Если вы их не видите, возможно, вы не подписаны на наш Инстаграм или Фейсбук или на Ютьюб. Исправьте это обязательно. Жор, сколько стоит именно вот эта машина живая? Именно этот автомобиль обойдется в 65 тысяч евро. Именно этот? Да. То есть это на пятерку, на десятку дороже, чем минималка? Что сюда добавили? 19 диски. А у вас это в минимуме будет 18? 18, да, разноширокие колеса. Передние в базе 8 дюймов, задние 9. Самый главный вопрос, извини, я не могу тебя не перебить. Двухлитровые моторы, да? Да. 2.0 турбо, 252 лошадиные силы и 370 мутов. Он едет, конечно, не вопрос. Вопрос в том, едет ли он настолько, чтобы ставить разноширокие колеса. Система полного привода у Porsche построена на многодисковой мофте. И крутящий момент распределяется между передней и задней осью от 0 до 100. Но в принципе, если вы включаете режим off-road, он блокируется 50 на 50. Почему разноширокая? Потому что автомобиль будет управляться лучше. Ты думаешь, именно за счет того, что он может назад перебросить 100? Нет. Икона стиля 9.1.1, разноширокие колеса. И стиль на него равняется, да? Естественно, да. То есть это, знаешь, это все равно, что там брелок AMG, да, у владельца Mercedes. Вот как-то так. Ну, возможно, на самом деле, действительно, управление автомобиля с более широкими задними колесами лучше, нежели если они будут одноширокими. Поэтому у Cayenne, кстати, они тоже стали разноширокими. Обклеена пленочка под карбон? Нет. Это пластик. Ну, красивый фактурный пластик, да, и он приятно ощущается, на самом деле. Тактильное ощущение. Ладно, я тебя перебил. 19 диски добавлены к 55 евро. Что здесь еще? Разноширокие шины? Да. Ну, и 19 диски, да. Панорамная крыша. Есть. Краска металлик. Так. И комфортное сидение. Сколько стоит металлик у Porsche? 1200 евро. То есть, а без металлика что будет? Вот тут белый стыль? Белый, да. Нормально, да? Отличный свет, да. Или черный металлик. Черный металлик, да. Хорошо, дальше. Комфортные сидухи? Да. С электроприводом рулевой колонки, с комфортной высадкой и просадкой, а также с электроприводом переднего пассажирского сидения, потому что в базе идет механический. Ладно, пока не залазим внутрь, не забегаем вперед. Что у нас еще? Адаптивный биксенон. Так. Вот, в базе идет галогенная оптика, но... Это она? Мы такие не возим. Мы в любом случае везем с биксеноном. Это топчик? Нет топчик, светодиодная оптика. В данном случае это средний вариант. Так, что умеет адаптивная? Вкл-выкл? Или может что-то там вырезать? Адаптивная, если биксеноновая, она поворотная, да, то есть линза поворачивается. Поворачивается за рулем. Да. А если видит встречку на дальнем? Автоматического дальнего света здесь нет, но он может быть, если мы берем светодиодную оптику. И в принципе такие машины в Украине тоже есть. Вот из этих 35 есть, да? Да, да. Мы такие машины тоже привезли. Или везем. ДХО? Да, и они идут в базе у всех моделей, какую оптику мы не выбирали. В любом случае у нас есть... Слушай, Жор, напомни, это рестайловый вообще Макан? Был его рестайлинг? Нет, это абсолютно новая модель, которая уже производится 4,5 года. То есть вот он как появился, Макан, вот такой он и есть, да? Да, отлично. Сзади диодов? Сзади оптика тоже диодная, я вот ее включил. А, включил? Да. А так лучше? Ну или давай, вот сейчас я включу ключик. Так горит, горит. Горит. То есть здесь всегда диоды, да? Никаких вопросов. Да, она всегда диодная. На самом деле есть одна особенность. Здесь использована новая 3D-технология. Ночью, когда автомобиль едет, вот этот габарит, который горит посредине, кажется, что он висит в воздухе за счет конфигурации фары заднего стопа. Слушай, а у рестайла, я вот читал, в пресс-релизе уже будет 3D-цельный, да, габарит? Да, да, здесь появится дополнительная полоса на крышке багажника. Честный? Торчат, да? Да. И диффузор. И диффузор, это опция или... Он в базе. То есть вот так вот, хорошо. Чем машина за 55? Почему говорю за 55? Потому что 55, она попадает, я вот так прикидываю, в сегодняшние акционные рамки, да? Там Mercedes приблизительно вот за 55, да? Многие комплектации. Volvo XC90 где-то так же. То есть вот это 50-60, да, рамки. Поэтому, давай смотри, чего не будет там из того, что есть здесь? Повторюсь. Краска, металлик, панорама, панорамная крыша, комфортные сидения. Нет, снаружи, снаружи, снаружи. Снаружи 19-й диск. 19-й диск. Все, надпись Macan то же самое. Все точно так. GTS есть в 35-й машинах? Нет. То есть только двухлитровая? Да, только двухлитровая, но один автомобиль в Украине GTS есть. Он довольно-таки дорогой, он в отличном, богатом оснащении. Новый или с пробегом? Новый. Так. Кстати, вот я недавно еще услышал насчет этой E-Proofed вашей системы новой. Да, мы можем... Вот напишите, интересно ли вам об этом услышать насчет того, что такое, типа, бэушный Porsche с гарантией от дилера и... С возможностью ее продления, то есть не только гарантия, это значит, что автомобиль на гарантии, в нем все работает, все соответствует нормам Porsche, для того, чтобы принять автомобиль на E-Proofed, нужно пройти так называемый 111 чек, это 111 проверок по Porsche. Слушай, так ты на месте что и расскажешь про E-Proofed, да? Легко. Или должен быть специально подготовленный человек? Ну, вообще у нас есть специально обученный человек. Слушай, а меня вот это очень, знаешь, как сказать, вот слово впирает, оно некрасиво звучит, но очень подходит. Вот это вот. Да. Круто выглядит. Кстати, из фактов, это самая большая алюминиевая деталь, у Porsche Macano капот сделан из алюминия, и это самая большая деталь из алюминия, которая на данный момент в мире производится для автомобилей. А кузов у Endrover? Кузов, мы говорим про детали, конкретную, отдельную деталь. А, ты имеешь в виду, помимо кузова? Она большая, да. Ну да, и дорогая. Я думаю, что бахнуть капот у Macano стоит, ой, как дорого. Не стоит его бахать. Только замена, да, я думаю, что вот этими всеми дорожками? Почему? Ремонт алюминия на данный момент в мире уже есть, в Украине тоже его ремонтируют. А у нас? У вас здесь чинят? Ну, у нас здесь прямо не чинят, но Winner строит отдельный цех по ремонту с алюминием. Алюминиевое СТО, да, такое? Да. Так, шумка. Итак, мотор 2 литра. С 2 литров сняли 250 сил, так? 252 даже. За счет чего? Это тот же мотор, который там на Tiguan ставится? Ну, блок цилиндров тоже. Да, это все тоже. Но Porsche его адаптировал под себя. Porsche никогда не делает... Жора, хочу сказать, я попрошу не на Tiguan, а хотя бы на Audi Q5. Ладно, хорошо. Что туда добрать? Кстати, для меня было сюрпризом, да, Porsche били себя в грудь, доказывали, даже показали свои цеха доработки этих моторов. То есть что-то они туда добавляют лично от себя? Да, всегда. Ну, электронику минимум, прошивку также, систему терморегулировки, термоменеджмент тоже от себя. Допустим, если посмотреть на радиатор, он закрыт жалюзью. Может открыться, да? Да, он открывается только в городе. То есть по трассе он практически всегда закрыт. То есть раньше говорили, что это надо такой дизелью, сейчас уже появилось. Это в пользу аэродинамики, правильно? В пользу аэродинамики, ну и, конечно, защита радиатора, это большой плюс. Так, хорошо, здесь турбина. Да, 2.0 turbo. Система VarioCam Plus, это система, которая изменяет высоту поднятия клапана, ну и, соответственно, экономия топлива на малых оборотах и, соответственно, если педаль газа нажито не сильно, да, и большую отзывчивость от этого мотора, если вы нажимаете газ в пол. О том, как он едет и как он может приделать, например, Alfa Romeo Stelvio, вы можете посмотреть в нашем подробном тест-драйве того же Alfa Romeo Stelvio. Машина едет, да, на 2 литрах, вот это то, что впечатляет, то, что удивляет. Сколько такой мотор развивает у Audi? 250, стоп, 245, если я не ошибаюсь, надо посмотреть. А у Tiguan? Не помню. Вообще, говорит, не знаю, что это за шею. Хотя Tiguan можно вообще за такие деньги, наверное, укомплектовать. В принципе, да, но это не конкурент Tiguan. То есть это премиум сегмент. И, по сути, его конкуренты это GLC, это Evoque Range Rover, да, Q5, F-Pace, да, и так далее. Да ладно, да мы знаем. Можно чиповать еще? Ну, мы начались. У тебя менее чипованный? Да. Сколько там у тебя? Было 211, сейчас 250. Но этот мотор по тому, что пишут в интернете, до 300 сил можно подкормить. То есть мы получим там уровень инжениума, да, двухлитрового от Ягуара. 300 сил будут те же. Ну да, но тогда вы следите с гарантией, и Proof работать не будет. Ты испортил сразу мне весь этот феерический полет в облака. Но не только двигателем этот автомобиль примечателен, да, он и примечателен коробкой передач. Что тут? Потому что здесь стоит коробка передач с дворным сцеплением PDK. Кто ее делает? Порше, сам. Может, не GetRack? Что ж? Может, не GetRack? Ну, на самом деле, Порше, да, Порше анонсирует, что это их коробка передач, их разработки не к чьей-либо. То есть производство, само производство может заниматься и другое. Но здесь разработана коробка инженерами Порше, и эта же коробка стоит на 911, Каймани, Бокстере, Панамере. Такая же коробка, той же конструкции. Скажи, а на Turbo стоит уже GetRack? Нет. Тоже, вот тоже два сцепления на Turbo? Да, и там не просто два сцепления, там 10 дисков сцепления, которые окупаются в масляной вазне, по 5 дисков сцепления на каждом из блоков. То есть один в один коробка, или принцип работы такой же у Turbo? Ну, конечно же, коробка всегда адаптируется под мощность двигателя. Я уверен, что она адаптируется в версии Turbo тоже. Ну, главное, что не гидротрансформатор, а тоже робот там стоит, да? Да, да. То есть гидротрансформатор на сегодня стоит в Панамере и в Каймани только, да, в Z5? Да. Хорошо. Так, привод. В Панамере, кстати, нет. В Панамере тоже PDK, это я так сказал. Ну, они ее так называют, да? Нет, в Панамере трудится PDK такая же, как и в Макане. Только у Кайена у нас гидра. Так, с полным приводом, ты говоришь, муфта, но настроена с акцентом на заднюю ось. С акцентом на заднюю ось, но с возможностью перераскаления крутящего момента между передней и задней оси от 0 до 100. Да, то есть это о чем говорит, что если у нас забуксовала задняя ось, а передние колеса имеют сцепление, то он передаст весь крутящий момент на передавку. По подвеске, пневматика бывает, когда мы, сколько лет назад мы снимали вообще Макан, помнишь, когда-то турбо у нас, да, был вообще белый? С пневматикой. Да, с пневматикой он тогда был. И в классе, у кого есть еще пневматика в классе? У SQ5, только у SQ5. У GLC, и, собственно говоря, по-моему, все. У Bache нет, у X3. Нет. У Jaguar. Ну, если я ошибаюсь, тоже нет, там пружинная подвеска. Так, хорошо, здесь пневматика может быть? Да, может быть, но настройки стандартной подвески, они великолепны. Можно попробовать на нашей тестовой машине, там стандартная пружинная подвеска. Всего у Porsche три подвески. Стандартная, пружинная, с стандартным амортизатором, либо система PASM, это регулировка жесткости амортизаторов, трехпозициональная. И пневмоподвеска с той же регулировкой жесткости амортизаторов. Ну, пневмоподвеска, конечно, очень крутая, но она этому автомобилю... Жорж, скажи мне, пневматика здесь отвечает за изменение клиренса или в том числе за жесткость? За изменение клиренса, за жесткость отвечает система PASM, которая включена в пневму. То есть, если мы берем пневму, мы получаем и PASM уже там, да? То есть, жесткость регулируется уже самими стойками, да? Абсолютно. Так, то есть, фактически, пневматика позволяет на скорости опустить кузов и поднять на УФРОДе. Среди 35 машин сколько есть с пневматикой? Сколько она стоит вообще? Если я не ошибаюсь, это будет всего несколько автомобилей, два, может быть, три. Мы ее, конечно же, не так часто заказываем, потому что она дорого стоит, 400,5 тысяч евро. Ну да, это чуть ли не 10%. Да, то есть, если бы это была версия, допустим, GTS или Turbo, да, конечно. Хорошо. Ну, то есть, ты говоришь, что можно и без нее, да, кататься? Нужно без нее. Жор, скажи, пожалуйста, когда будет продаваться тот тестовый... Уже? Его можно поскольку купить. Но на данный момент цена еще не такая привлекательная, потому что он стоит практически столько, сколько стоит этот автомобиль. То есть, послушай, его уже поджарили нормально, в том числе мы. И он все равно стоит как новый? Что за фигня? Ну, пока да. То есть, ему надо дожарить еще, да? Ну, ему еще надо поездить. Когда? Ну, как раз, когда выйдет новый Макан. То есть, к февралю? Приетестовая машина и к февралю, да. Жор, а сколько получается у нас клиренс изначально? Стандартный дорожный просвет у автомобиля с пружинной подвеской 20 сантиметров 5 миллиметров. Если это будет пневмоподвеска, тогда мы можем регулировать, но стандартный будет 19,5. Ну, минимум сколько, если вот опустится пневмоподвеска? 16,5 сантиметра. То есть, практически седан. А максимум? Ну, это будет режим загрузки, да? Не, ну не загрузки, а вот оффроудный, который. 22,5 сантиметра. 22? 22. Ну, а вот без пневматики? 20. Ну, грубо говоря, 20. Я понял. В тесте посмотрите внимательно, сколько мы там намерили своими дощечками. Так, а что вообще с пневматикой? Она закрытого типа, открытого? Она закрытого типа. То есть, воздух не берется с улицы, все нормально, да? Да, он идет по системе. Хорошо. То есть, она должна жить? Ну, даже открытого типа пневмоподвеска у Porsche надежна. И мы... Ну, мы еще не видели. То есть, открытого типа появилась же... У Каена. У Каена. У Пономеры? У первой Пономеры тоже. Да, то есть, там трехобъемная, да? Сейчас она уже стала, да, трехкамерная. У Пономеры, у Паена еще нет? У Каена тоже, у нового уже, да. Три камеры? Кстати, для тех, кто не в курсе, три камеры якобы позволяют резко менять жесткость. Да, для того, чтобы... То есть, не надо, чтобы поменять жесткость, подкачивать что-то, да, или там клиренс. Можно открыть или закрыть клапан между разными камерами и... Да, и это последнее поколение пневмоподвесок. Трехкамерная, то есть, это совсем новое поколение. Так, откроем мне багажник. Ты не помнишь, мы с Раулем когда-то ездили на день рождения Porsche, и там бегали вокруг машины, пытались открыть багажник. Было стыдно. Крышка багажника также открывается с двери. Открывается и закрывается при включенном заживании. Открывание электропривод будет всегда? Он идет в базе, да. Это базовая опция, та же, как система давления в шинах на каждой из колес. Давай сразу, вот что будет во всех этих акционных машинах из крутого? Не рассказывай, пожалуйста, что там будет руль, диски, там, фары. Ну, у многих опция система давления в шинах на каждой из колес. Хорошо, давление в шинах с датчиками, так? Электропривод крышки багажника, трехзональный климат-контроль. Не двухзональный. Для задних? Слушай, это лишняя штука. Ну, темнеем. Так получилось? Откуда пришли эти машины вообще? Смотри, они странно, ну, как бы, они укомплектованы. Кто их комплектовал вообще? Ну, другой дилер. Другой, точно такой же дилер, как и мы, только... Ты не звонил и говорил, кто у вас берет трехзональные Маканы? Нет, трехзональные в базе. Здесь, на самом деле, панорама, панорамная крыша, 19-й диски, но все так, как мы заказываем. Подожди, три зоны у Маканов в базе, в принципе? Да, это база. Да. Что еще? Опционально заказана запаска в данном автомобиле, аудиосистема БАЗЕ с сабвуфером. Жур, а как я ненавижу эту запаску? Я помню, когда-то минус-минус 10 на улице, и я пытаюсь в пятый раз... Привет, Жорик. Привет. Привет, маловоль. Так, я пытался в пятый раз ее надуть, ну, в смысле, это был мой пятый опыт надувания этой запаски, и она не хотела. Здесь есть хитрость. Если это запаска... Давай, берем пол. Да. Это твой сын был? Нет. Это сын нашел в директора. Ну, он тебя знает по имени. Да. Так. Мне все знают по имени. То есть тебе иногда сдают его понянчик, да? Ну, да. Можно так сказать. Так, ну-ну. Здесь есть хитрость. Если эта запаска довольно-таки долго лежала, то есть, допустим, она лежала 5 лет, желательно выкрутить клопачок и выкрутить ниппель. Накачать ее компрессором, который тоже идет в базе. Вот он. С манометром. Компрессором накачать ее без ниппеля, вкрутить потом ниппель и еще раз ее надуть. И все в порядке. Ага, насчет вот без ниппеля я не пробовал. Ну, у меня знаешь, какая была проблема? Она залежилась. Потому что я много раз ее... Нет, она у меня не залеживалась, Жор. У меня была резина Goodyear Eagle F1 Asymmetric, которая резалась, пробивалась постоянно, и я эту запаску просто уже стер. Так вот, вот здесь вот она разбортировалась, и я ее подкачивал, а воздух выходил отсюда. То есть пришлось взрывом раскачивать. Но я не думаю, что кто-то будет 5 раз пользоваться запаской. Ну, 100%. Так, хорошо. Боуз? Да, с сабвофером и усилителем. В базе? Нет, опционально. Это здесь, в этой тачке? Да, именно в этом автомобиле. О, Ярик уже готов, да? Боуз. Нет, кстати, у Porsche Боуз отдельная тема. Мы шутили уже, что думают владельцы Porsche насчет того, что почти топовая аудиосистема Боуз такая же, как в Nissan Qashqai. Ну, название. Да, но есть и бурмейстер. Да, но ответ был прост, что владельцы Porsche не знают, что такое Nissan Qashqai, и какая у него там аудиосистема. Что с объемом? 500 литров. 500 литров, сиденья складываются 40-20-40, и увеличивается объем приснятой этой крышки до полутора тысяч. Отсюда сложим? Да. Слушай, ну вот, Макан, как бы, в таком классе играет, который у нас многие считают джинской тачкой. Кстати, вот мы возвращаемся к моим комплексам. Это, наверное, самая удобная машина в классе, в которую я со своим ростом могу сесть. Это просто невероятно. Сейчас я покажу, здесь удлиняются сидухи? Да. Вот. И мне, мне нравится все, кроме одного. Я говорю, вот отойди далеко. А мне напишите. А, мы вообще, мы вот сюда вставим голосование, и вы скажете, вот нормально, когда человек с ростом под 2 метра садится в такую машинку у нас. Это мои комплексы или это смотрится дико как-то? Вот я не могу себя, как бы, заставить, как это сказать, с этим смириться. Вот мне кажется, что я буду смотреться смешно. Ты еще на мини не имеешься. А возле бокстера ты тоже будешь смешно смотреться? Возле бокстера ты тоже будешь смешно смотреться? Ну, бокстер я себя заставлю. Я смогу побороть вот эти все вещи. На самом деле, он не такой уж и маленький. Он едет как царь. Внутри он удобный, впереди просто невероятно. Но вот если бы он был как-то, не знаю. Дешевле, когда ты ГЛЕ покупал. Может быть и так. Да. Так что, какое распределение вообще покупателей по половому признаку? На самом деле, большинство мужчин. На удивление, да, как бы мы не били себя в грудь. Да, нормального роста. Причем даже крепкие ребята. И есть среди них даже крепкие ребята? Да. Что еще в базе надо вспомнить? Есть. Ну, из таких полезных опций. Это уже в базе мы получаем сенсорный монитор. Вот. Из песни слов не выйти. Кто это вообще запрограммировал Жору на эту фигню? Жора, блин. Да, и он идет в базе. Мы уже нормальный чувак. В следующем поколении он будет больше и с навигацией в базе. Нет, ну с навигацией у нас все нормально. Так, что я хотел сказать. Да, экран в базе. Система безопасности у этого автомобиля включает 6 подушек безопасности и 2 подушки опционально. То есть помимо фронтальных подушек безопасности у Porsche открываются подушки безопасности, отвечающие за боковой удар. Они разрывают спинку сидений и открывается шторка безопасности. Он включает много подушек. Раз, два, три. Она опускается вот здесь, не дает стеклу попасть на человека. Слушай, ну в этом, в безопасности машины за 55 тысяч евро мы не сомневались. Она безопасна. Что она безопасна? Хорошо. Жор, что с гарантией? Два года без ограничения пробега, по пробегу. И возможность продления до 10 лет. А сколько стоит капот Панамера, если Ярик сейчас задница на него приземлится? Я думаю, Ярику придется продать камеру. Или оставить ее у нас? Я боюсь, что ты переоцениваешь стоимость камеры. Два года или 100 тысяч? Маловато будет? Нет, два года без ограничения пробега. И в принципе ее можно продлевать. Сколько ты видел максимальный пробег у людей, которые приезжали в конце уже двух лет? Почти, нет, двух лет. На Порше вообще, давай так, не по Макану. Вот за два года сколько клиентов на гарантии? Я так скажу, я продавал Каен в 2008 году клиенту, да? И недавно продавал новый Каен. Он приехал ко мне с пробегом в 420 тысяч на родной пневоподвеске. Это был Каен. Нет, ну так это был тот Каен, как у меня Туарег, который... Этот надежнее, он легче. Новый Каен или Макан? Новый Макан, новый Каен, они легче. Ну, Каен просто мы не знаем еще, они еще не проехали много. То, что те ехали 200 тысяч без вопросов. Ты же знаешь, ну, по сути, Туарег, та же коробка, та же пневматика, тот же привод, те же двигатели, если говорим про 3.0. У меня товарищ проехал 333 тысячи на пневматике, на коробке. Ну, коробка у него навернулась на 300. Он гонял по трассам, да. А пневматика 333 тысячи. Мне говорили, чувак, не бери пневматику, ты с ума сошел. 50 тысяч и замена по кругу. 333 тысячи, причем он гоняет по трассам, по ямам. Здесь пневматика конструктивно та же вообще, если есть, что в Каене в прошлом. Конструктивно? Не, ну, конструктивно, конечно, отличается. То есть нельзя сказать, что та же, да? Нет, не та же. Главное, что принцип тот же. Да, принцип тот же, совсем другой объем. Это диски. 18-е, базовое. А ну, посмотрим. Экспертная комиссия, что вы скажете? Не. Что не? Не так красиво. Стало красивее? Сейчас многие красят их в черный цвет, и они выглядят намного лучше. На барбет, похоже, некоторые модели. Что с продлением гарантии? Гарантию можно продлевать до 200 тысяч по пробегу, либо до 10 лет. Возраст автомобиля. До 10 лет? До 10 лет, да. Это предлагает Porsche. А у нас был уже такой опыт? Нет. Слушай, а когда мы с Артуром про Каен общались, Каен тоже можно до 10 лет? Но Артур не говорил. Любую модель Porsche. Или я уже забыл? Нет, нет, все правильно. То есть 9-й год это последний, который мы докупаем. До 10 лет. Сколько стоит? В зависимости от модели, но в среднем. Если про Macan говорим уже. 1360 евро. Каждый год? Да. Оправданно? Ну, если ездить много, почему нет? Ну, наши вот общие знакомые с тобой продлевают гарантию до бесконечности. Кто попадает, он или вы? Сколько у него уже лет на турбо? Он продлевал гарантию, сейчас он продлил гарантию на 911-ю модель. И его Каен, если я не ошибаюсь, как раз вот стукнет 10 лет. То есть он 10 лет на гарантию? Нет, не 10, 8 лет. 8 лет. И все время на гарантию? И все еще на гарантию? Ну, по-моему, да. Но мы его тут уточнить, конечно, продлевал ли он в этом. Ну, слухи ходят, кто попал, он или вы? Я думаю, паритет. Уже есть там, были моменты, да? Я думаю, паритет. Но он доволен. Он доволен. В принципе. Да. Может, он и попал, но он не в курсе. То есть ценой он доволен. Техникой. Как бы он ценит технику. Это главное. Что с ТО? ТО. Дороже, чем в Тигуане? Дороже, чем в Тигуане. Но не намного, на самом деле. Это повод посмотреть на Тигуан, я считаю. Как минимум, ТО дешевле. Ну, раз в 15 тысяч, либо один раз в год. И так как это двухлитровый мотор, то это не огромный объем масла, да, и соответственно... Ну, всего лишь там 7 литров, да? 7... 6,5, если быть так. Сколько дели за первое ТО 15 тысяч? 8 тысяч гривен. 7,5 тоже. 8 тысяч. Ну, нормально. Для этого класса, наверное. Это средняя будет цена. Если это все, если не надо еще доплачивать сверху за фильтры... Нет, но здесь все по износу. Если фильтр будет действительно мега грязный, да, то мы предложим его поменять. То есть, если вы ездили в Украине, если так случилось, и вы ездили в Украине, то вам придется поменять и фильтр, да? Воздушный, да. Но нужно смотреть. Мы всегда смотрим на состояние. Жур, давай залезем внутрь. Машины все одинаковые, да, практически здесь? Практически. Так, показываю, за что я люблю Макан. Садимся мы в маленький Тигуанчик. Делаем вот так. Она все еще двигается, смотрите. Вверх. У меня, кстати, ноги на рост 2 метра. То есть, при том, что общий метр не с 3. А теперь делаем вот так вот. И еще. И еще. И еще. И я тут сижу, так как я, ну, не сижу во многих там седанах Е-класса, или, если речь идет о японских, то даже F-класса. И осталось только. Эта тачка сколько стоит? Специальная цена 61 700. Вот эта за 61 700? Да. То есть, это средняя где-то такая есть цена по складу? Ну, в среднем в районе 60 тысяч евро будет стоять. То есть, вот уже электропривод руля, да? Да. Это комфортное сидение? Да. Ну и вот. Я сижу. А когда ты при этом еще машиной управляешь, то такое ощущение, что вот от той машины, к которой я привык, это был там Торек, сейчас это ГЛИ, просто взяли и пообрезали все лишнее, при этом не задев меня, да, и мое пространство. И это в хорошем плане, то есть, ты едешь, тебе ничего не мешает рулить, она юркая, она маленькая. И, ну, просто невероятно держит дорогу. Так, хорошо, у нас двухсветный салон, ключик есть? Да. Слушай, ну, увы, чего Porsche не пытаются делать, они не пытаются научить машины громко рычать? Ну, смотря какие поколения. Немецкий, ну да, раньше было. Немецкий подход. Ну, сейчас выйдет, точнее, уже вышла и презентована Panamera GTS, она будет со спорт-выхлопом, я считаю, что она будет звучать. Все же там 4-х литровый битурбомотор, хорошо нам известный по Panamera Turbo, и спорт-выхлоп, и V8, и все это будет. Ну, в Европе уже встречаются нормы тоже по внешнему шуму, и как ни крути, это вынуждает как раз добавлять уже в колонки звук. А здесь в колонке звук идет? В Каине новом идет, а здесь? Здесь нет. Здесь еще честный, так сказать, да? Два цвета, это ты говоришь, опция, да? Да. Ну, кстати, для рынка Украины автомобиль идет под Евро-5, и здесь нет дополнительного фильтра в выхлопной системе. Сажевый фильтр для бензинного мотора. Жор, это Евро-5, и все автомобили на данный момент еще Евро-5. Евро-6 пока еще не вступил. Жор, знаешь, я вот так вот смотрю сейчас глазами на него внутри. Ну, все супер. Очень сильно разбавляют вот эти вот вставочки металлические. Они опциональные вообще? Это база. А, это пластик. Это база, это пластик, да. Но с металлической частью на пластике, да? И на самом деле тактильно, кажется, что это алюминий. Он холодный. Нет, все нормально. Единственное, вот эта вот черная панель меня чуть-чуть смущает. Сколько стоит, чтобы здесь было что-то такое приличное? Ну, отделка деревом по салону обойдется в 950 евро. А если не деревом, что там бывает? Карбон. Карбон, алюминий. Ну, карбон, алюминий сколько стоит? Алюминий немножко дешевле, чем дерево. Если я не ошибаюсь, он обойдется в районе 800 евро. Есть такие машины? Надо искать. Или это можно затянуть в шпон там, да? Ну. Если у человека упрется, знаешь, только в это. Можно на самом деле ничего не затягивать, а просто купить у нас в отделе запчастей эти накладки. А, они продают, то есть не страшно, что в складе их нет? Нет. Паша, это круто. Можем без проблем сюда установить. И скажи, бывает такое, да, что ставите? Да. Человек берет машину, говорит, только вот я добавлю. Да, в прошлом году я клиенту продавал, и мы отдельно ему еще продавали пакет отделки деревом в салоне с деревянным рулем. Жор, садись. Я вот это в Польше ездил на GTS, там было все еще затянуто в кожу, даже колонка рулевая. И руль из алькантары страшный. Конец ладошкам называется. Конец ладошкам. Никогда не покупайте руль из алькантары, не ведитесь на это. Руль из алькантары сделан для того, чтобы было классное сцепление, если у вас перчатки из алькантары. Если вы ездите с голыми руками, это задница, рукам. Ну да, подогрев руля у нас опция, как правило, мы его заказываем. Здесь есть? В данном случае кнопочка располагается вот тут, но в этой комплектации нет. Панорама не мешает. Опять же, да, по пространству, вот локнем я не касаюсь карты дверной, и это хорошо. А у нас здесь что? Ну здесь еще как бы условно предыдущая версия поколения мультимедийки, да? Да, но здесь есть пакет Connect. Мы можем соединить iPhone, ну в данном случае iPhone с этим устройством, использовать Google карту, Google карту с пробками. Подожди, а что значит соединить iPhone? Что оно будет брать? CarPlay здесь есть? Да, Apple CarPlay. Это в частности... Подожди, здесь CarPlay вот есть во всех машинах, да? Не во всех. Это отдельная опция, опять же, если вдруг его нет, мы его можем доустановить отдельно на сервисе. Это официально? Да. Или так себе? Нет, официально. Сколько стоит? Вот по поводу Apple CarPlay я сейчас точно не скажу, не помню. А ты не видел, как мы в BMW, в Mercedes добавляли CarPlay? Нет. Ну, здесь тоже в основном программным путем реализуется. В данном случае, если заказываешь пакет Connect, в который входит Apple CarPlay, добавляется вот такая вот держатель для мобильного телефона. Он здесь не просто так, он отключает, практически полностью отключает у телефона внешнюю антенну. Телефон не тратит энергию на... Слушай, я нашел эту штуку. Это называлось в Туареге, у меня называлось Premium Hands Free, по-моему. О, кстати, нормально так. И телефон не теряет заряд. Телефон не теряет заряд. И что самое важное, у тебя нету коннекта по Bluetooth между машиной и телефоном, раз. И второе, антенной мобильной связи выступает антенна автомобиля, а не телефона. То есть нету, во-первых, вот этих вот, знаешь, волн, которых многие боятся внутри машины, GSM-а. То есть оно выведено наружу. Во-вторых, я вот на себе ощущал, мы с товарищами там ездили, допустим, в Буковель, едем на машинах, по трассе. И вот места, где плохая связь, у меня связь всегда есть на Киевстаре, а у тех, у кого просто телефон, уже ее нет. Да, потому что внешняя антенна значительно мощнее, нежели антенна телефона. Ну, как минимум она снаружи, знаешь. Да. Две SD-карты, еще есть CD, потому что в нового поколения автомобилях уже CD нет. Или предлагается опционально CD-ченджер. А если не будет CD, здесь что будет? Он будет в любом случае, потому что он тоже идет в базе. Вот этот вот монитор, вот это вот наше устройство, да, с CD, оно уже идет в базе. Навигация? Нет, но есть пакет Connect, мы можем ее взять с телефона. Ну, то есть можно, даже если в складе вот эта машина, ее можно включить здесь, да? Да. Я понял. Экран у нас только здесь. Также такие базовые опции, как система контроля полос движения, она тоже идет в базе. Если она активирована, автомобиль будет подавать сигнал. Подруливать? Или только подавать сигнал? Подавать сигнал опционально за 710 евро может подруливать. За 710 евро это каждый сигнал? Каждый сигнал. Но сама система будет столько стоить. Ее тоже надо активировать? Нет, вот установка ее на сервисе, я думаю, вряд ли будет возможна. Скорее всего, что ее можно поставить только на заводе. Так, ну подруливать получается, это уже следующее поколение Porsche, да, будет? Ну, в смысле, Макана. Да, опционально этот и опционально тот тоже. Система Line Keeping System называется. Жор, предзаказы, извини, уже идут на Макан новый? Да. Смотри, новый Макан это рестайл. Вот сейчас нам надо с тобой определиться с одной темой. Гипотетически представим человека, вот тебя, например, который хочет Макан, хочет Макан. И мы хотим для тебя ответить на вопрос. Надо спешить и успеть влезть в 35 машин или еще чуть-чуть подождать, чуточку доплатить и взять уже рестайл? Ну, 100%, если бы это был я, да, и покупал себе автомобиль, я бы выбирал из того, что есть по хорошим ценам. Разница? Ну, потому что разница составит, ну, около 10 тысяч евро. По сути. Скажи, ты уже вот копался в конфигураторе, реально попробовал собрать ту машину, эту? Да. Вот 10 тысяч это ты получил, да, не на глаз, это реально разница? То есть я получил стоимость Макана нового, рестайлингового, точнее, порядка 67 евро. Хорошо. Сейчас заказать рестайл можно? Ну, что же? Заказать можно, но получить в следующем году. Ну, вот очередь сейчас как звучит? Если я сейчас плачу в облог, когда получаю? В следующем году, ориентировочно, конец февраля, февраля, апрель месяц. Так, смотрите, значит, у нас есть первый аргумент. Первые машины появятся на наших дорогах реально когда? Ну, презентация наверняка будет раньше, она будет в этом. Не, ну, скажем, уже на дорогах будут. На дорогах, ну, по сути, это весна. То есть на этой машине можно ездить, как на последнем Макане, до весны. Раз. Второе, вы экономите 10 тысяч евро. Что мы получим за 10 тысяч евро, если мы решим переплатить и дождаться рестайла? Что мы получим? Вот ты говоришь, укомплектовал одинаково машину, но все же в новой в базе что-то будет. Ну, в базе появляется светодиодная оптика, в базовая. Она, по сути, биксенону, я бы сказал, не проигрывает. Биксенон тоже отличная оптика, но пошли новые технологии, теперь в базе светодиодная. Плюс мы получим большой монитор, который будет располагаться на месте этого и он, конечно, приятен глазу, мы его сейчас можем увидеть в Каене или в новой Панамере. Которые реагируют на нажатие, щелкают? Нет, он не будет щелкать и, кстати, он не щелкает сейчас, щелкает только панель, которая вокруг коробки передач. А там, кстати, панель будет такая же, как Каене? Точно так. Сейчас? У Макана нового? Нет, в рестайле. В рестайле точно такие же клавиши. Вот сохранили эти. Да. И это круто. Хорошо. Но важно понимать, несмотря на то, что новый Макан похож на новый Каене, есть принципиальная разница. Это рестайл. Тот же кузов. Моторы те же? Да, только мотор трехлитровый будет на 10-солнечный. Но трехлитровый пока неизвестно, когда будет и будет ли вообще, да? Я думаю, весной уже будет. А двухлитровый? Это трех. А двух? Двухлитровый точно такой же, 254. То есть, фактически, у нас другая внешность, у нас новая мультимедийка. Здесь у нас будет экран большой? Нет. То есть, не будет экрана. Кресла те же? Все тоже. Что еще мы получим за 10 тысяч евро, кроме понтов, приуроченных к выходу новой машины? Нет. Ну, конечно же, обновляются. Цвета. Передний бампер, задний бампер. У нас 97% за этим экраном сидит мужиков. Они не ведутся до этого. Да. Конечно, не ведутся, но задняя оптика, честно говоря, меняет автомобиль внешне. Ну да, он становится похож на Каен. Да, он становится похож на Каен. Появляется совсем другой дизайн дисков, другие цвета, но цвета тоже так подобраны, чтобы автомобиль выделять из толпы. Будет там ярко-зеленый цвет или еще какой-либо цвет, которым можно будет автомобиль выделить. Но в остальном, в технологиях, в механике, в объеме это все то же самое? Да, точно так же. 10 тысяч евро. Это 20% от цены. Да? На 20% дороже. Ну и опять же, если брать новые, то новые будут уже комплектовать сразу сильно выше? Ну, комплектации, которые мы будем ввести, в районе 67 тысяч евро можно будет... Это будет пакетная какая-то машина? Да, планируется да, но об этом будем говорить позже. Хорошо, пока не забегаем. Ну, ты знаешь, если фанатеть от Маканы, как от машины, которая может вот так ехать, как мы неоднократно показывали, то зачем платить больше? Если машина покупается, там, какой-то там, любимой девушке или жене, да, и которая говорит, я не хочу ездить на старом Макане, если она понимает разницу, то может это повод десятку переплатить, да? Если так, но... Ну, в принципе, да. Но еще раз скажу, что большинство покупателей на данный момент все же, это мужчины. И сегодня в нашей стране, да, 10 тысяч евро – это большие деньги, и многие покупают сейчас для того, чтобы ее сэкономить. 10 тысяч евро – это 10 блях на сегодняшний день. Не-не-не. Слушай, скажи, пожалуйста, что с ценой? Слушай, мы уже приучили нашу аудиторию, что они особенные, они имеют право на спецусловия всегда. И если клиент с улицы приходит и получает машину на общих условиях, то мы уже иногда выбиваем для тех, кто говорит, что она от инфокара. Спеццена, что здесь? Спеццена уже есть на этот автомобиль. Это лучшее предложение, которое мы сейчас можем сделать. То есть ты морозишься в скидках? Да. Скидок не живет. Но это, это если, это при том, если посмотрим на Жору, скажем, в декабре, если 35 машин не продастся. Да? Посмотрим. Так не должно быть. Что-то надо. Аксессуары, да? Скортового. Вон я вижу там такую стойку классную. Давай, кто-то приходит, говорит, мы от инфокара и получает что-то. Можем так? Добро. Ага. Причем я там знаю цельно некоторых аксессуаров. Аксессуаров. Аксессуарова. Ну только я. что ведет там на не очень хорошие дороги. Это факт. Надо сравнить. Что у нас с музыкой в базе? Вот в большинстве этих машин что стоит? Ну будет базовая аудиосистема 150 ватт. Как называется? С восьми колонками. Она так и называется CDR Plus. Но это ее название у Porsche. Да? В этой машине что? Это она есть. А там Bose, да? Да. Bose сколько стоит? На 1500 евро. Так. Ну и теперь мы возлагаем на Ярослава почетную миссию сравнить и попытаться понять стоит ли она 1500 евро. Ну нельзя сказать что базовый звук в макане плохой. Здесь всего 150 ватт. Но играет все неплохо. Я думаю где-то баллов на 7. Мне не очень нравится проработка низких частот. Хотя вот с высокими все получше. Но я думаю что Bose который стоит 1500 должен звучать явно поярче. В этой версии у нас звук который стоит 1500 евро. Это совсем не мало. Здесь появился саб. Лучше высокие и реально лучше низкие. Но при всем при этом попав в салон. Вот субъективно я бы накинул ну пол балла. Может быть за эти доработки. И на самом деле при стандартных настройках аудиосистемы. Как бы разница есть. Она чувствуется. Но она не такая уж прям принципиальная. Если бы не одно но. Вот это вот кнопка с надписью Bose. По нажатию на которую в подменю вы можете выбрать настройки объемного звучания. И вот это уже принципиально. Так что 8 можно ставить смело. Так сажусь сам за собой. Никаких откровений. Можно вот так вот. Но водитель будет против. Или можно вот так вот. Ну с учетом того что ты высокий. Но это не самая большая тачка в классе. Будем честны. Там Q5 сильно больше. То есть если вам надо возить всю семью. Собаку, бабушку и дедушку. Медленно. И плавно. Ну в принципе да. Но все равно сохранен большой багажник. 500 литров в данном классе это много. И не в ущерб аэродинамике. Да. Здесь покатая крыша как и у всех моделей Porsche. Прикольно климат выглядит. Вот это он и есть, да? Трехзонный. То есть мы можем выставить допустим там порядка 22 градусов спереди. И отрегулировать плюс 3 градуса или минус 3 градуса сзади. Угу. Два USB. Слушай, у меня недавно один мой товарищ старый попросил помочь выбрать жене машину. Угу. Он в Украине редко бывает. Говорит, супруга скучает. Давай мы ее хоть порадуем машиной. И выделил 70 тысяч евро. Ну так, потолок. Приличная сумма. Да. И мы выбирали все, пересмотрели. А, подожди. 70 тысяч он начал с 70. Потом посмотрел некоторых сын. Говорит, давай 60 уже. Ну так. Говорит, лучше мы поедем отдохнем еще с женой. Мы пересмотрели все. GLC, GLE, X3, Levante как ни странно, Macan и что-то еще мы смотрели. Угу. И что мы делали? Ну вот, она не знала цены. Мы на всем катались. И она выбрала две машины, Levante и Macan. Но в итоге, потом, когда начали смотреть цену, их отбросили. То есть была разница в цене, цена сыграла роль. Сейчас приблизительно, я не буду говорить, что мы выбрали, потому что сейчас меня обвинят опять в рекламе. Разница в цене между той машиной, которую купили, и тем, насколько подешевел сейчас Macan, она как бы и есть. Существенно. Я хочу сказать, что вот он сейчас фактически стоит, как то, что мы выбрали тогда. Вот. Тогда это был как бы решающий фактор. Сейчас, наверное, это был бы Macan за эти деньги уже. Ну, все-таки 6-7 тысяч евро. Немало. Ну да. Слушай, я хочу посмотреть. Там тестовая машина с самым простым салоном, я помню. Именно таким. Давай глянем. То есть это вот если за 55 где-то так будет? За 56-600. Полторы тысячи не может скинуть жлоб. Жор, когда Bentley достроится, заберет клиентов чуть-чуть? Я думаю добавит. Вам? Ну конечно, потому что... Будут приезжать за Bentley смотреть на Panamero или что? Ну, и на Panamero, и на Cayenne. Ты льстишь Panamero? У меня просто классные машины. Так. Слушай, а я уже сел на то, что надо было показать. Это Alcantara, так? Абсолютно. И она получается... То есть это типа дешевле, чем то? Да. Получается, что здесь более грубая кожа. И Alcantara... Вставка Alcantara внутри. А также нету валика, который выезжает... Удлинение, да? Да. Который выезжает под колени. И кожа другая. Но кожа. И Alcantara. Слушай, а с черными салонами там вообще машины бывают? Среди вот этих статистов? Да, бывают. Ну, на самом деле, конечно же, если спросить нас, консультантов, мы будем рекомендовать именно комфортные сидения. То есть машины, которые стоимостью где-то около 60 тысяч евро. Большинство тех автомобилей, которые мы везем, именно в такую стоимость. Слушай, но я хочу проконстатировать, что ущербности по сидениям я сейчас не чувствую никакой. Здесь, во-первых, подушка изначально длиннее, чем та. То есть та выдвинутая практически такая, как эта под длиннее. Не-не, это кажется. Ну, то есть на самом деле она такая же. Единственное, что... Ты хочешь сказать, что та, когда удлиняется, получается сильно длиннее, чем эта? Да-да, она длиннее. Мне кажется, что нет, потому что вот, ну, я сижу по ногам нормально. То есть я это очень хорошо чувствую здесь. То есть, может быть, она средняя между той задвинутой и выдвинутой, или нет? Ну, средняя может быть, но вообще, на самом деле, эта сидушка в любом случае короткая. Такая же, я придумываю все-таки. Ну, может быть. Спинка, чуть есть боковая поддержка. Ну, то есть, знаешь, какая-то не на тюфе кейсер. Да, то есть в этих сиденьях механический привод, вот, у переднего пассажира, и вот она регулировка. Жорж, скажи, пожалуйста, вот люди, покупая комфортные сиденья, они смотрят по себе, или они смотрят по понтам, что, типа, должны быть топовые сидухи. Или они садятся и говорят, слушай, мне тут не хватает там того-то, вынужден переплатить. Сколько евро? Две тысячи евро. Две тысячи. Так как они все-таки решают? Задница или головой? Нет, они просто уже привыкли к тому, что раньше у них были сиденья с дополнительным электроприводом. И что это хорошо и удобно? Да, это хорошо, удобно, есть память, нет электропривода пассажирского сиденья. Жорж, а, там нет электропривода? Ну, вот это может аргумент. Потому что вот сейчас я сижу здесь, если бы я выбирал задницей, ну, в хорошем смысле этого слова, то я бы выбрал вот эти сидящие. Ну, потому что особо я, ну, мне нормально с моим ростом. Бывают ситуации, знаешь, когда боковой не хватает. Здесь, здесь как бы норм. Вот как я ненавижу деревянные рули. А вот, кстати, дерево. Да, отделка деревом, она же может быть карбоновая, она же может быть алюминиевая. А вот здесь оно тоже автоматически будет? Ну, нет, если, это отдельная опция. Слава Богу, все, забыли. Как правило, мы заказываем сколько. Только это заказать, а роль будет нормальной, да? Да, нормальной. Роль здорового человека. Да, да, да. Так, здесь все равно трехзонный климат. Вот эта машина, сколько приблизительно бы стоила новая сейчас? Учитывая отделку деревом салона и руля, то такой автомобиль обошелся порядка 58,5 евро. Ну, вот как бы мы пришли к тому, что за 60, наверное, будет уже все, что надо, если музыку добавите. Так, пришло время поговорить о конкурентах. Напомню, что на инфокаре есть мастер подбора, в который я уже забил параметры, чтобы отобрать наиболее близких игроков. Отметил сердечком то, что мне нравится. И вот сейчас с телефона открываю весь список, по которому мы сейчас и пройдемся. Но прежде чем сравнивать с конкурентами, важно понять один момент. Если взять Macan, то надо понимать, что самый базовый Macan будет в разы спортивней большинства версий, большинства конкурентов. Поэтому подхода есть два. Первое. Вы не знаете, что такое Porsche, вы не знаете, что такое крутые тормоза, вы не знаете, что такое активный драйв, вы не знаете, что такое преимущество переброса момента большего на заднюю ось и так далее. Тогда для вас это один из вариантов, который иногда почему-то дороже, чем все остальное. Вы не можете понять почему. И тогда мы можем сравнивать его с Q5, с X3, с подобными гражданскими машинами для домохозяек, если мы говорим про штаты и так далее. Если вы подходите к выбору Porsche как машине, на которой можно жечь, то тогда поймете, что конкурентов пул совсем другой. И в том пуле сегодняшняя цена Macan будет уже на самом нижнем уровне. То есть Macan окажется дешевле. Вопрос, что нужно вам. Если вам нужен комфорт, это одно дело. Если вы хотите, ну, хотя, опять же, комфорт как? Проехаться, ну, приедьте на тестерап, посмотрите, что такое комфорт, чтобы было о чем говорить. Потому что, знаете, я вам сейчас скажу, что он комфортный. Да, вы скажете, ну, наверное, он там рекламирует машину или что-то там привирает. Попробуйте сами. С чем сравнивает Macan клиенты, приходя в срок? Как раз GLC, X3, X4, F-Pace. То есть все-таки ты хочешь сказать, что большинство не за, как бы, его вот эти вот фамильные черты выбирают, да? Если так сразу. Нет, наверное, как раз за фамильные черты его и покупают. Но он выделяется из толпы, даже дизайном. В первую очередь, да? Ну, дизайном, да. Ну, послушай, давай вот конкретно. Есть Q5, да? Да? То есть большинство Q5 на сегодняшний день это скучные машинки, очень комфортные, очень эргономичные, с современной электроникой, красивые внешне. Но они не настолько драйвовые. У Q5 есть SQ5. Это машина, которая может конкурировать с GTS, да? Турбо, по-моему, побыстрее. Да, турбо. Но SQ5 стоит там 90 тысяч, пусть даже долларов. И, как бы, даже сейчас в наличии у дилеров этих машин нет. То есть надо заказывать, надо ждать. Если сравнивать эту машину с обычной Q5, то, наверное, как бы обращают просто внимание на имидж только. Значит, им не важно то, как он едет. Почему? Как раз наоборот. Они приезжают после тест-драйва, да, или едут после нас на тест-драйв Q5, того же BMW, который находится по соседству. И отмечают то, что Porsche едет лучше. Он легче в управлении, он более маневренный, у него прекрасный картинал. То есть они узнают это здесь, ты хочешь сказать? Конечно, да. То есть ты ему скрываешь глаза? Да, обязательно. Тест-драйв нужен. Надо поставить, знаешь, эту камеру в тестовую машину, которая будет фотографировать, как на американских горках. Ну да. Мы всем клиентам говорим, этот автомобиль раскрывается именно на тест-драйве. Ну смотри, есть Alfa Romeo Stelvia, которая теоретически очень близка к Macan. Но это машина, в которой отказались от многих хороших вещей в пользу драйва. Мы недавно сравнивали Stelvia и Macan. Посмотрите, это сравнение есть в тесте Stelvia. Поищите Alfa Romeo Stelvia на инфокаре, все увидите. То есть машина стартует… Ярослав, сколько стоило на Stelvia? Дешевле получалось, чем Macan? 58 долларов стоило. 58. То есть чуть-чуть дешевле, чем Macan, да? Получается. О ней вообще знают клиенты? За редким исключением. За редким исключением. В основном об этой модели практически никто не знает. Но мы не знаем. Я не буду повторять те выводы, к которым мы пришли в тест-драйве. Обязательно посмотрите. Я согласен с каждым словом Ярослава, которое он там произнес. GLC. У GLC все проще, потому что у него нет либо обычный двухлитровый вариант, как у Audi, либо там V6 SQ5. У GLC есть вариант GLC 43 AMG. Это что-то среднее между 63 AMG и гражданским GLC. Но он стартует с 71 000 в базе. То есть машина действительно может поконкурировать по тому, как она звучит, по тому, как она рулится. Там тоже есть пневматика. Она, оставаясь классно управляемой, достаточно комфортная. Но, опять же, видишь, если вчера еще они были в одну цену, сейчас уходящий Macan получается дешевле. Да? Да. И есть у нас яркие примеры, когда с GLC пересаживались на Macan. Как раз GLC версия AMG пересаживались на Macan. Именно с 43-го, да? Именно с 43-го. А что выбрят сравнение? Ты 11 лет, да, Porsche продаешь? А? Ты 11 лет продаешь Porsche, да? Да, с 2007 года. То есть с Macan ты уже имеешь дело сколько лет? Ну, от рождения до сегодняшнего дня. Так вот, как сравнить его с 43-м, по твоему мнению? Мы будем делить на два то, что ты скажешь обязательно. Мы понимаем, но тем не менее. Макан можно сравнить с 911-й моделью по управлению. Он спортивен, агрессивен, маневренен, да? У него прекрасные технологии заложены, да? Коробка передач, система полного привода. Благодаря этому он едет. Вот банально он прекрасно едет и прекрасно управляет. Рулится, как многие говорят, да? Он рулит. Жор, шуметь надо его? Ты бы шумел? Многие боятся шумоизоляции, потому что думают, что это уничтожит машину, уничтожит гарантию. Жора только что кивнул. Вы заметили, да? Я свою машину не обешумливал. Это дополнительный килограмм 80 веса, да. Ты меня не обешумливал? Ты ездишь с этими с берушами, что ли? Нет, ну конечно, если ты говоришь по громко-говорящей связи, да, в автомобиле, ничего не слышишь. Не тебя, не ты. Все, что ты слышишь в Мини, это дорога и мотор. Да, факт. Ну, слушай, Макан тоже можно пошуметь. Будем честны. Да, можно. Есть такие клиенты, которые шумели. В принципе, получается... Я уже изучал вопрос. Передние двери очень сильно решают. Добавляешь передние двери и все. Что будет с гарантией, если мы зашумим передние двери? Ну, полностью, понятно, с гарантией мы вас не снимем. Да, но если будет какой-то гарантийный вопрос, да, и он коснется электрики, то двери, электрооборудование, которое находится в двери, оно уже будет и на гарантии. Жон, а как это решается у Порше? Они смотрят, дверь зашумлена, вы свободны? Или смотрят, трогали там проводку и изучают, реально повлияло ли это, то, что вы сделали на ситуацию? Да, это все эти аргументы... Изучаются, да? Да, имеют в вид. Ну, то есть никто не скажет, ребята, вы пошумели двери, до свидания? Нет. То есть будут еще споры, судебные процессы? Нужно будет писать производителю, что есть вот такая вот проблема, и можно ли или нельзя. И производитель ответит. Да. Ну, в любом случае, не верьте тому, кто скажет вам, что вас полностью снимут с гарантией. То есть об этом речь не идет. Если вас не устраивает шумка, вы понимаете, что вы все равно можете решить этот вопрос очень за условные деньги, если сравнивать со стоимостью машины. Да. Но чтобы полноценно ставиться на гарантии, эта машина должна быть в первоздании. Егор F-Pace. Соседи. Вон они. Вон F-Pace стоит буквально тестовый. Что скажешь? Люди ходят туда? Да, ходят. Некоторые покупают. Но покупают не за технологии. За ним приходят те, которым технологии не важны. Жор, я бы даже сказал, отвлекся. Они не ходят, они ездят. Мы наблюдали тот клиента, который приехал на новом Геленвагене. И он настолько был им горд, что он, зайдя в салон Porsche, потом переехал 25 метров в салон Jaguar Land Rover. Да. Но технологии здесь. Остальное это альтернатива. Вот. Но Jaguar будет дешевле. Дешевле. Да. Поэтому и дешевле. У Jaguar есть и версии мощные, там, P300. Да, есть такая модель. Выглядит хорошо, и салон красивый. Но еще раз скажу, что банально нужно подойти туда, сесть в него, и все станет понятно. После тест-драйва двух моделей становится еще больше, и между ними будет пропасть. BMW X3. Тут интересно сравнение. Мы недавно снимали подробный тест-драйв BMW X3 с мотором M40i, нашего хорошего друга. И тогда тоже сравнивали с Macan. Сам X3, последний, он стал настолько большой, что их вообще тяжело сравнить. И в случае с BMW актуальнее сравнение с X4, я считаю, Macan. Ну да, больше. То есть это где-то вот те же габариты, то же пространство на втором ряду. Но, опять же, BMW либо 2 литра, либо сразу M40i. M40i стартует где-то с 85-90, но M40i уступает Turbo, это вариант GTS. Да. Сколько стоит тут GTS, который, ты говорил, есть один последний? 105 тысяч евро, это его регулярная цена, но... Ага, то есть в этом плане Macan будет дороже, да? Да, но, в принципе, акционная цена будет ниже 100 тысяч евро. Ну смотри, на сегодняшний день, если сравнивать с новым X3, то они схожи по цене, вот этот акционный. Да, да, но X3, как ты правильно сказал, он больше. То есть он берет размером, объемом внутри автомобиля в ущерб аэродинамике, потому что у Porsche более покатая крыша для аэродинамики, у него есть задние ярко выраженные плечи, да, по которой же мы знаем из X4, он плюс-минус похож. Ну, X4, да. Вот, скажи, пожалуйста. Хотя BMW никто не говорит, что это плохой автомобиль. Кто-то делает выбор в сторону BMW, но, да. Его можно понять, ты хочешь сказать, да? А после захочется Porsche, я уверен. Какие отношения у Макана с Каеном? Макан и Каен, они в разной весовой тексте. В борьбе за клиента. Бывает такое, что человек приходит за Каеном, потом садится в Макан или наоборот? Нет, здесь идет компромисс стоимости. То есть либо человек готов, да. Все решается. Сейчас все еще большая разница, да? Пока еще. Каен, если я не ошибаюсь, 78, да, стартует в комплектации акционной? 79,900. Ну, 80 тысяч евро. Еще есть те машины, да? Да, еще несколько автомобилей. Да. Мы снимали об этом, что почем, посмотрите, там тоже интересный сюжет. То есть разница получается 65 и 80, 15 тысяч, да? Да. Ну, не так уж прям, чтобы сильно много, да? Ну, кому важен размер, оно будет немного, а кому не важно. Да. Но Макан едет веселей, поверьте. Так. Ну, как минимум, он значительно легче на 300 килограмм. Чем, даже чем новый, да? Чем новый Каен. Да, чем новый. Я как раз с новым Каеном и сравниваю, да. Угу. Большая разница. Кого-то еще мы забыли из тех, с кем сравнивают? Да нет, Вадима. Вольво XC60 еще есть, да. Вольво XC60 это комфорт, это пневматика, кстати, тоже доступна. Я еще, честно говоря, не присматривался к цене, но это как бы два больших разных направления. Вольво как раз ближе к X3, больше вальяжности, тише салон. Вот там вот, наверное, это тот случай, когда подвеска действительно чуть плавнее будет, чем у Макана. Вот, но в плане ощущения совсем, совсем две большие разницы, да, как в Одессе говорят. Слушай, тут вопросов накопилось. Ты готов? Да. К викторине? Давайте. Слушай, а давно пропали дизельные Маканы? Да, уже больше, чем полгода. Новый не будет с дизелем? Да, Порше отметил, что они снимают с производства дизельные. Ну, Порше не производил никогда дизельные моторы, да, то есть он их заимствовал. У ВАГа и после этого скандала… Ты про дизель-дей? Да. Они отказались полностью. Жор, мы забыли спросить важный момент. Какого года машины? 17 и 16? 18. Все 18? А склад весь 18? Хорошо. Спросите Пашу, не жалеет ли он, что купил Мерседес, а не Порше? Ну да. Так мы уже спросили, уже отвечали. Сколько можно отвечать? Хороший вопрос. Все-таки, если из той коллекции машин акционных взять там самую дорогую. Сколько там, кстати, самая дорогая? Ну, прям не самая, но топовый вариант. Ну, говори про Маканск. Маканы складские, да. Ну, это будет самая дорогая в 65-67 тысяч евро, если я не ошибаюсь. Да, 72 минус. А, ну, то есть это все. Да. То есть, если покупать, к примеру, за наличку сразу. Кстати, сколько их продается вообще в кредит? Ну, последнее время, буквально последние несколько месяцев, кредит опять стал интересен, да. Много предложений вышло. И у Креди Агреголь банка, у Ощад банка, у Кредо. Нет, на самом деле причина другая. Мы начали в наших сюжетах, что почему говорить о кредите, и начали для себя сначала выяснив, объясняв, что ребята, а сейчас рассрочка – это же шара. Вы при такой инфляции экономите бабло, покупая машину в кредит. Может быть, поэтому? Ну, и этот момент, да. Да, потому что рассматривают именно кредит с нулевой ставкой. В первую очередь. Чтобы просто заморозить цену в гривне сегодняшнюю, а заплатить завтра. Да. Так сколько процентов? Ну, из 10-2, в среднем, наверное, где-то так. Жура, а чем отличается PDK, в данном случае, от S-Tronic? Да, по сути, всем. Как я сказал, да, это 10 дисков сцепления в масляной ванне, 5 дисков сцепления на каждый из валов. Есть функция Sport, Sport Plus с ленч-контролем. То есть, Porsche, коробка PDK от Porsche, переключает передачи за миллисекунды. Да? Да, миллисекунды. Это не то же самое? Это не то же самое. Где собирают Макан? Лейпциг, Германия. Кстати, а Каен по-прежнему в Словакии, да? Не по-прежнему. Его производство только недавно было перенесено в Братиславу. Это потому, что не хватает места. Скоро будет производиться Taycan. Точнее, он уже начато производством… Это Каен-Купе? Каен-Купе – это отдельная модель, а версия Taycan – это электрокар. Вопрос опять, чего себе не взял, актуальный. Я уже когда-то говорил в поездке в Польшу. У меня есть Мрия. Проснуться однажды утром с ростом 1,80 м и с сотней тысяч евро под матрасом. Потому что тогда я куплю Макан. У меня не будет комплекса по поводу залазить внутрь с ростом 1,93 м. И я куплю именно GTS. Вот тот Макан, который я считаю лучшей машиной на сегодняшний день в этом классе. Но будет ли это? Так, будем подводить итоги. Я сейчас отвечу на те вопросы, с которыми я сегодня к Жоре пришел. Значит, сколько стоит сейчас Макан? Вот 55 тысяч. Но сколько стоит та машина, которую я бы взял себе на вашем месте? Где-то 60-61. Там должны быть 19 диски. Возможно, комфортное сидение. Но это уже пробуйте сами своим телом. Я бы добавил стереосистему Bose. И я бы поменял вот эти вот впереди черные пластиковые вставки. Потому что они мне все-таки режут глаза. Плюс я бы машину зашумил. И в итоге получу то, что, ну, меня будет удовлетворять на 100%. Потому что я знаю, я пробовал, я проверял. И это хорошо, когда вот за эти деньги не хочется ничего туда добавить. Это факт. Если сравнивать машину с рестайлом, да. Если принимать решение, ждать рестайла или нет. Ну, смотрите. Мужикам я бы все-таки советовал не переплачивать 10 тысяч евро. Честно. Хотя вот, может быть, мы как-то каким-то образом сейчас подломаем спрос на рестайловые машины. Но, тем не менее. Это будут те же моторы. Это будет тот же драйв. А 10 тысяч евро просто за более актуальную внешность. За большие экраны и за электронику. Которая, опять же, мы понимаем, что первое время она еще и будет глючить. Вы еще будете ждать перепрошивки на сервисе там, на следующем ТО. И так далее. Я не вижу смысла переплачивать. Разве что, если для вас имидж прежде всего. Вы ищите гламуры. Вы хотите быть впереди планеты всей. И ездить одним из первых на самом последнем Porsche. Тогда подождите еще там сколько? Полгода. Кроме этого, мы выяснили, что действительно Макан стал заметно дешевле. И важно, что он попал вот в те рамки, в которых играют все другие конкуренты. Сейчас поводов посмотреть на него намного больше. Но, знаете, все, что мы сейчас здесь сказали, оно не должно стать для вас поводом выбрать эту машину. Поводом может стать только результат того, что вы почувствуете, проехав на ней. То есть то, о чем мы сейчас говорили, что мы увидели, должно стать толчком для вас прийти и попробовать вот ту вот белую машину. Возможно, вы забудете обо всем другом. Даже если имея в кармане 60-65 тысяч евро, вы даже смотрели на машину побольше. Или вы смотрели на седан, утверждая, убеждая себя в том, что вы хотите драйва, вам не нужен кроссовер, который шатается и который не так круто едет. В принципе, на этом можем подводить черту. Жора, больших продаж. Спасибо. И важный момент. Не забудьте вот эти глаза, которые обещали вам крутой аксессуар вот с того шкафа. Если вы придете и скажете, что вы от Инфокарта. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин